И гости канала. С вами Татьяна Конкина и со мной по скайпу из Италии, в окрестностях Рима, Екатерина Романенко. Екатерина Романенко и я, Татьяна Конкина, из Торонто. Вот так мы сегодня можем собраться, так мы сегодня можем поговорить, и весь мир нам стал более доступный, даже несмотря на эту пандемию. Итак, сегодня у нас с вами очередная серия «Замужем за иностранцем». И как вы уже знаете, Екатерина, вы в Италии, замужем за итальянцем уже 20 лет. Добрый день, Екатерина. Добрый день, Татьяна. Я немножко поправлю. Я 20 лет живу в Италии, а замужем за иностранцем чуть меньше, 17. О, ну это все равно хороший срок. Это все равно хороший срок. Как вы оказались, Екатерина, в Италии? Откуда вы родом? Я родом из России, из Тамбова, из глубинки. Из глубинки, из России. И вот вы живете такую потрясающую жизнь в Италии. Как это вы так смогли? Ну, после неудачного брака в России за военным, когда я попала еще в более далекую глубинку, в город Ахтубинск, как раз в 90-е, и как бы это был неудачный брак во всех планах, в отношениях, во всем буквально. И после этого я вернулась в Тамбов и устроила, закончила университет и устроила Забербанк. Ну, и тут я поняла, что жизнь проходит просто мимо меня. Никаких перспектив. Мы говорим про 90-е, начало 2000-х. Я поняла, что... А как вы это поняли? Почему вы это поняли? Тамбов, казалось бы, такая глубинка. Ну, он не совсем областной город, но я поняла, что ничего не происходит, и у тебя нет будущего. И в личностных отношениях, я не знаю, может быть, после неудачного брака, может быть... Я не видела отношений к себе, ни в своей семье, не знаю, там... Я не видела просто ни перспектив в работе, ну, ничего. Ничего, да? Хотя, казалось бы, те годы наоборот были, годы миллионеров, миллиардеров. Нет, это не для всех, это не для банковских служащих. Для меня, наверное, Сбербанк был одной из самых больших разочарований в моей жизни. Сидеть на одном месте, и ничего у тебя не происходит вообще. Причем тогда зарплаты... У вас двигается телефон или это ветер? Наверное, ветер. Ветер, да? Да. Прекрасно. То есть вы решили, что вам нужно выбираться куда-то на запад? Да, причем тогда зарплата была 70 долларов в месяц. Я когда здесь произнесла, да, я когда произнесла эту цифру, и мне спросили, ну, а почему ты уехал из России? Ведь русские все богатые. Я говорю, потому что у меня зарплата 70 долларов. Я говорю, ну, что ж тебе не хватает? 70 долларов в день. Я говорю, да нет, 70 долларов в месяц. И мне не верил. Мне никто здесь не верил. Не верили, что была такая зарплата, да? Ну, и никакой эффектив. И никогда вообще не было в России. Я не знаю, я не видела, по крайней мере. То есть я... Понятно. Замечательно. То есть вы приехали в Италию по гостевой визе или как вы туда приехали? Нет, я... У меня была подружка, она в Австрии была уже замужем. И как бы они с мужем мне помогли в Европу, на Австрию, в университет сделать запрос. Так как я закончила уже университет, я работала и поступила на кандидатский минимум, начала учиться. Все-таки умные девушки выбираются, да? Все-таки умные надо быть. Все-таки... Нет, мне кажется, что тут не важно. Умные надо просто идти к своей цели. Надо не оглядываться, идти к своей цели. То есть вы приехали в Австрию, поступили в университет в Австрию? У меня был запрос, да, но мне дали визу. И, соответственно, еще нашла агентство, был запрос, на Италию мне предложили. Ну вот прям, как сказать, я не планировала вообще ехать в Италию. Я забыла то, что я подала документы. Это было вообще бесплатно через консульт. То есть настолько... И вот я ждала эту визу в Австрию, мне не давали, мне задерживали. Прошло три месяца. Я уже поняла, что я не могу находиться в России. Я уволилась с банка и к тому моменту просто была в подвешенном состоянии. И тут приходит звонок, поедешь в Италию. Ну придется язык учить с нуля, потому что я вообще не знала ни одного слова. Я рискнула, поехала. А какой язык вы знали, что вы собирались в... Английский. То есть вы знали английский. Ну, видите, девушки, слушайте. Что для того, чтобы... Язык обязательно. Я еще когда уже приняла решение в Сбербанке, наверное, уходить, ну, как бы я наняла частного репетитора и занималась английским после работы. У меня уходила моя зарплата полностью на это, и ух, мне бабушка помогала. Мы жили с бабушкой. Мне все крутили пальцем, говорили, зачем, ну это такие траты, лучше выйди замуж. Мне было тогда уже 24 года. Мне хватит. А бабушка, у нее была квартира или дом? Как вы там жили? Часть дома. Меня воспитывала бабушка. От меня родители отказались. Мне было 5 лет. Они развелись, отвели свои семьи. Да. И меня воспитывала бабушка. Дедушка бывший военный. Ну, у нас были очень плохие жилищные условия. Это такой дом для военных, без удобства. Часть дома, ну, как бы. Но бабушка, она, да, она заменила. Туалет на улице и все это на улице. Нет, туалет был в доме, но не было душа, не было горячей воды. Ну, как бы, да, такие. Понятно. То есть было отсутствие всякой перспективы. Нет, отсутствие полностью перспективы. Но помогало то, что я все-таки с отличием заканчивала школу в начале. Закончила школу в математике. Пошла в университет. То есть я сама поступала. Несмотря на то, что у меня, как бы, родители тоже мама инженеры. И отец, он преподаватель был в высшей математике военное училище. Да, тоже доктор наук. Но у меня с ним вообще не было никакой связи. То есть никаким образом не помогали. То есть, получается, я абсолютно это точно знаю. Все люди, у которых математический склад ума, в итоге становятся успешными. То есть большинство людей, кто становятся успешными, имеют математический склад ума. Это абсолютная статистика. Поэтому вам это прекрасно помогло. Плюс английский язык. Видите, девушка, обращайте внимание, что важно. Нет, язык – это база. Я считаю, что язык с этого надо начинать. К этому надо начинать. Да, да, да. Язык – это основное. Потому что он тебе дает стимул развития для всего, возможности. Не знаю, даже сейчас с возможностями интернета язык – это как ступенька сразу. То есть, обязательная ступенька. Обязательно. Поэтому мы с дочкой, у меня дочери 15 лет, я с ней разговариваю только на русском. Если она мне начинает говорить по-итальянски, я говорю, я тебя не понимаю абсолютно. И мы учим английский язык тоже частным образом, с преподавателем, с носителем. Прекрасно. Прекрасно. И как вы оказались в Италии? То есть, вы получили визу и приехали в Италию? Я приехала в учебную визу, что тебе позволяет учиться сколько угодно, находиться там, и достаточно сдать одного экзамена в год. И постепенно, да, и начинала искать работу, подработку и как бы находиться там. Единственный минус, что я попала, у меня приглашение с университета, который был, город Анкона, это сверху Римени, они почему-то меня не приняли. И мне пришлось искать быстро, я даже сама не поняла, как это все случилось, мне пришлось искать университет более дешевый, более, ну, как сказать, в Италии. Все зависит от дохода ваших родителей. Ну, сами понимаете, в 90-х у родителей были зарплаты меньше, не знаю, там, 100 долларов в месяц, поэтому, соответственно, я училась за сущие просто копейки. По-моему, образование стоило 270 евро, тоже евро было в 2002 году, по-моему, вот за год и, по-моему, за все экзамены 150, ну, то есть, это, ну, ты подработаешь, это всегда найдешь. Замечательно. Я сразу училась, сразу старалась искать работу, то есть, я как бы в бизнес, которым сейчас занимаюсь, попала сразу, устроилась на оптовку работать, как раз с русскими, и как раз, то есть, я сразу влилась в бизнес. Да, 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 замечательно. То есть, и вы учились, через три года после приезда вы уже встретили своего мужа? Я переучивалась, потому что мой университет, то есть, я начинаю подтверждать высшее образование, а потом перебралась в Милан, в более хороший университет, и там на стажировке, там познакомился, мы говорим про 2000, конец третьего, начало 2004 год, да, познакомился с мужем, и он меня перевез сюда. Сразу, то есть, как-то очень быстро все получилось. Ты очень быстро. Да, и потом я не закончила, ну, здесь не получила подтверждения до конца, я пошла получать диплом, ну, здесь, чтобы как бы не сидеть, First Certificate с British School, ну, как бы, чтобы добить английский, скажем так. И после этого пошла, надеюсь, в 2006 году родилась дочка, вот, а потом надо было уже, как бы, чем-то заниматься, то есть, все начинать с нуля. Ну, и бизнес получился сам собой, потому что я не приезжала в Россию больше пяти лет. Ему все время странно, ты меня не везешь в Россию, ты меня не знакомишь с родителем, ты от меня что-то скрываешь, я говорю, я просто не хочу, то есть, у меня там бабушка и все, то есть, ну, ну, что тебе, бабушку старую? И он, нет, что-то там не то, может быть, у тебя там семья, может быть, какие-то дети. И вот он, я говорю, хорошо, поехали. А именивый итальянец, мы сейчас поговорим о нем подробно. Да. И вы приехали в Россию? Да, и мы приехали в Россию как раз показать родственникам, как бы, ну, мы очень долго не общались ни с моей матерью, ни с отцом, ну, и как бы, когда у тебя рождается ребенок, ты становишься более мягким, тебе хочется какие-то контакты, тебе хочется все-таки показать бабушкам, дедушкам. И мы приехали в Тамбов, я помню, с маленьким ребенком, это 2007 год, ей вот чуть больше года. И мы приезжаем в Тамбов, я не помню, по-моему, мы ехали на поезде до Тамбова, я уже даже не помню. И вот я помню, мы берем такси и остановились мы у моей хорошей подруги, которая живет в Милане, вот она мне помогала переезжать в Милан как раз, она мне очень сильно помогла. Она работала моделью на тот момент, ну, и как бы, очень хорошо меня поддержала. И мы приезжаем в Тамбов, едем прям по центру города, заворачиваем на улицу, и вот в покосившиеся домики, вот эти синие, зеленые, как у нас деревянные, муж смотрит и с таким восхищением говорит, о, Диснейленд. Я говорю, я бы не была так уверена, ну, каким-то образом, вот когда он уже приехал, он восхитился Россией, мы сейчас говорим про 2007 год, когда все растет. Вот я сама удивилась, то есть я уехала в 2001 году, вообще уехала в 2000, а абсолютно, то есть закрылась с 2001 года. И тут я вижу, что выросли зарплаты, что все растет. Он говорит, вы понимаете, вы отстали очень сильно от России на 30 лет. Да, 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 не только от Италии, вообще от Европы, а он, да, он работал на тот момент, мы познакомились на бирже ценных бумаг, он работал брокером, он бывший военный, как раз попробовал свою карьеру, у него тоже экономическое образование, так вот мы познакомились на стажировке. И получилось так, что он говорит, все отстало, здесь будущее, здесь надо верить, ну, то есть просто радужные перспективы, давай попробуем, давай, и все. Вот он до такой степени загорелся, что здесь только возможности, перспектив, здесь еще ничего нету. То есть это, потому что у него был пример его отца, а он занимается, у него своя фирма отделочными работами, покрасочными работами, у него контракты были с Хилтон, и он застройки в больших городах, то есть он там ремонтные работы, где портят святовеки, ну, то есть такая у него, у отца неплохая фирма строительная. И как бы он говорит, они видели вот эти годы, да, возможности года, когда все это росло, и он это все сравнил, загорелся, и то есть, ну, таким образом я попробовала, и вот оно как-то все само пошло, естественно, сначала с детскими, да, потом у нас появилась там марка своя, потом уже, то есть, соответственно. Вы вели свой большой бизнес, но вот мы еще вернемся к вашему бизнесу, скажите, вот вы замужем за итальянцем столько лет, что это за мужчины, что это за люди, какие они, как они в семье, что вы можете вот так вот о них сказать? Они добрые, внимательные, заботливые или снобые? Какие они? Нет, итальянские мужчины, это, скажем так, положительная часть Италии, потому что, если у вас какие-то проблемы, или вам что-то надо, вам достаточно прийти, не важно, сколько вам лет, вы молодая девушка или в возрасте, сделать очень огорченное лицо, и в любом окошке, в любом учреждении мужчина всегда вам поможет, то есть, да, потому что, ну, вам надо показать свою слабость, то есть, им очень нравится. То есть, у них очень развито именно такое вот сочувствие к женщине. Сочувствие к женщине, да, но женщина итальянская, это отрицательная сторона Италии, потому что итальянская женщина, да, она выстраивает, она вот просто строит, и они, как бы, скорее всего, главенствующие все-таки, имеют главенствующую роль в семье. Культ мамы. Да, 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 культ мамы. Ну, не у всех, сейчас это, кстати, немножко меньше. Культ мамы, потому что у них все происходит в семье, кланами. Как правило, итальянцев нет таких заработков, что там бизнес, как в Америке или в России, то есть, это все происходит внутри семьи. То есть, деньги, как правило, находятся у мамы. О, как матриархат. Правило, да, 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 вот Виталий сам настоящий. Они подкаблучники, с одной стороны, но с другой стороны, они очень экспренсивные. И если вот итальянец загорелся, и если мне было очень тяжело это понять, вот в начале, он увидел все, люблю, он кидает к тебе все к ногам. То есть, на данный момент он действительно так думает. Они актеры, вот они что-то делают, и они действительно, вот недаром опера родилась в Италии, они актеры. Вот он играет, вот он в этом момент. Я помню, мне делали операцию под местным наркозом, пожилой, совершенно пожилой врач, и они играют свою роль. То есть, они до такой степени себя несут. Ну, и мужчина, он как бы актер, он ревнивый, он никогда тебе, он доверяет, он будет тебя обожествлять, но все-таки проверяет. Еще очень сильно зависит, с какой зоны. Если с севера Италии, с центра Италии, они более спокойные, то южные, это, конечно, ревность, это взрыв эмоций, это за тобой подглядывание, слежка, недависимость. Они в себе не уверены, да? Да, настолько... А что, женщины итальянские изменчивы? Ну, всякое бывает, да. Но, как правило, здесь очень долго встречаются, как правило, со школы, с юности, и многие потом не женятся или предпочитают жениться на выходках из бывшего Советского Союза или с Азии, потому что мы более мягкие, мы более... С нами проще. И он с нами чувствует себя мужчиной, наверное, больше. То есть, понятно. Меня что поражает в итальянских мужчинах, это во всех абсолютных отношениях к детям. Это, конечно, лучше, наверное, итальянских. Пап, нет никого, я не видела. Да, здесь отношения к семье. Ну, вот, наверное, как мама выстраивает отношения к семье. Очень многие, конечно, буйные гуляют и что-то, но дома у них, как сказать, всегда возвращаются... То есть, все-таки измены есть? Они будут изменять? Измены в итальянских, да, очень много, то есть, очень много итальянцев, да, 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 да. То есть, они очень влюбляются? Ну, да, но все равно они... Влюбляются? Да, они в это... Но потом они все равно возвращаются в семью, и чтобы он там... То есть, как правило, для них семья. Ну, вот, я говорю, как вот мама их построила, так и дальше. Причем, слово женщины, это... К словам женщины прислушиваются, да. Так вот вы имеете опыт, будучи замужем за русским мужчиной, вы теперь замужем за итальянским мужчиной. Все-таки отношения... В чем самая-самая разница? По отношению к женщине? У меня очень был плохой опыт брака с русским мужчиной, потому что меня действительно, мне огнобили. То есть, мне хамили, ну, то есть, не знаю, со мной вообще не считались. А сколько лет вы были вместе? Я был полтора года, не был детей. Полтора года, и даже уже в самом... Да, 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 да. В самом начале уже было так все безобразно. Да, то есть, с самого начала, и там ожидать было нечего, я развернулась. И... То есть, абсолютно со стороны. Потом какое-то время, скажем-то, я, по-моему... По-моему, я не помню, по-моему, в 2000... Нет, в 96-м году, по-моему, я или замуж вышла, или развелась. Какое-то время. И вот мне еще не нравится в России давление со стороны женщины. Ты когда выйдешь замуж? У тебя последний поезд. Тебе 24 года, а ты не замужем. Какой кошмар! Вот это вот... А ты замуж вышла. Вот это, конечно, в российской культуре вот это не люблю. Когда переход границ, и как бы со всех сторон... У нас, наверное, само общество давит, что женщина обязана выйти замуж. Не важно, что она встретит кого-то по интересам, или встретит кого-то, кто ей нравится. Да-да-да, или какие-то... В мои времена тоже так было, да. Да, а у нас нет. Выйти замуж. А что там, как дальше, это не важно. Мы сейчас прервемся на одну минуту и вернемся к вам. Мы к вам вернулись. И, конечно, у нас сегодня интереснейшая беседа. Вообще, я получаю огромное удовольствие, Викторина, на то, что я узнаю жизнь реальных людей и успешную жизнь реальных людей, которые все взяли ответственность на свои руки, без мамы, без папы, без кого-либо, и сделали свою жизнь успешной, потому что были умненькими, хорошо учились в школе, и знали иностранные языки. Это очень важно. Екатерина, мы остановились на том, что мужчины, да, изменчивы, но возвращаются в семью. И женщина их прощает? Женщина финансово независима? Масса, основная масса, как сказать, они не афишируют этому. Или это какие-то раскрываются отношения, да, или что-то такое. Ну, насколько вот я знаю вокруг, и как бы, да, и все-таки в Италии семья, она идет на первом месте, и как бы бюджет общий. Бюджет общий у вас, да? Да, 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 все, не только вообще в Италии, как правило, общий бюджет. Общий бюджет у людей. И мы их знаем, видим, они разговаривают по-другому, руками видят. Да, 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 очень эмоциональные. Да, очень эмоциональные, да, и очень такой. Но очень плохая черта у мужчин есть. Они очень, как сказать по-русски, обидчивы, и они не воспринимают критику. Вот это, конечно. Итальянскому мужчине нельзя сказать что-то плохое. То есть все, ты враг номер один, и как бы сразу черта, и сразу карьер. То есть ты всегда должна быть, ну, несчастной, нет, но... Слабой. Слабой женщиной, да, показывать слабость. И обязательно ты всегда должна улыбаться. То есть ты должна быть милой в этом. Они не любят очень грубых, они не любят очень серьёзных лиц. То есть они очень воспринимают хорошо эту лёгкость общения. Я недавно сделала видео про 12 правил, чтобы влюбить в себя окружающих. Я не знала, что итальянцы такие. Это на самом деле приятное очень качество, когда люди лёгкие, когда они улыбаются всё время. Да, кстати, вот в России очень не хватает этого. У нас вот... Да, я даже по клиентам по своим, у нас вот женщина, она зажата в рамке. Она не понимает, у нас вот есть очень большая проблема. То есть у меня в России большая проблема в том плане... У вас бизнес в России, да? Да, да, да. С кем-то попить просто кофе, и либо будут переходить сразу черту. То есть нет таких приятельских отношений. Полыбался, привет-привет, и разошёлся. Ну, молодёжь уже другая сегодня. Молодёжь другая. Да, молодёжь, да. Молодёжь другая. Молодёжь такая же, как и во всём мире, одинаковая в основном. Ну, замечательно. И ещё хоть немножко, то есть бюджет у вас общий. Бывает ли у вас случай, что вы ссоритесь в семье? Как это происходит? Конечно, конечно. Кто зачинщик чаще всего? Ну, зачинщик, как я говорю, мужчина итальянский, ему нельзя сказать что-то против или показать, что ты недоволен жизнью. Для него это всё, это вот крах, это всё, это конец мира, это сразу эмоции, это взрыв, это да, это... То есть он очень персонально всё воспринимает, да? Да, 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 вот это очень сильно персонально, особенно, говорю, критикаль, что-то такое, потому что они преподнесут даже какую-то ерунду, как будто они сделали это специально для тебя. То есть это вот он специально для тебя, но им это надо преподнести, ему надо быть всегда на высоте. Кстати, поэтому вы, если увидите туриста в красных брюках или в каких-то там зелёных ботинках, или что-то, обязательно будет итальянство, красные брюки, это будет итальянец. Да, да, да. Надо уйти в себя внимание, ему... Ну, они самые красивые на улицах, Рима и Милана, в Италии они одеты великолепно, потрясающе. Да, мужчины здесь любят ухаживать за собой, они любят косметику, в том плане, там, крема вокруг глаз, то есть они ухаживают за собой, они ухаживают за своим гардеробом, они следят за модой, да, они... Кстати, и ещё вот есть такая черта у итальянских мужчин, все сплетни у нас в основном от женщин. Да? Нет, радио в Италии, это основное, это мужчины. О, реально? Да, сплетен и перетирание костей, как это делают итальянские мужчины, ни одна женщина русская, до такого уровня она не дойдёт. Правда, то есть они сплетники? Они сплетники, вот эта роль женская, перетереть там, обсудить или что-то такое, это прям мужская черта итальянская. Интересно, интересно. Но всё-таки плюсы, плюсов у них больше, чем минусов, с этими минусами, которые вы сказали, обидчивые, но это же можно легко избежать этого, да, можно сказать... Да, нет, этого можно избежать, в том плане, и не знаю... На самом деле, это никому не нравится такая критика, никому это не нравится. Я себя чувствую, так сказать, свободной здесь, потому что, несмотря на вот эту целостность семью, у меня есть возможность заниматься своим бизнесом, принимать какие-то свои решения. Да, конечно, они требуют там, чтобы с ними советовались, но у меня есть относительная, ну как относительная свобода, то есть заниматься своим параллельно, как я даю своему мужу заниматься... То есть если вы ссоритесь, как вы выходите из этой ситуации? Долго не разговариваете? Или кто-то один примеряется? Как это всё? Ну, как правило, по ситуации стараюсь не раздувать очень сильно. Если уже это скандал, то ты понимаешь, что лучше не переходить черту, грань, или, может быть, ты всё равно... Как в начале, у меня муж говорил, прежде чем в самом начале, потому что в начале была я более... Конфликтная. Да, конфликтная, да. Мне многое не нравилось, мне потому что я очень долго привыкала к Италии, и здесь всё медленно очень. Здесь не работают многие вещи. Ты не понимаешь вообще, что происходит, я не знаю, как заполнить тебе документы, и они не понимают. И то есть здесь всё вот очень... Вроде здесь хорошо жить туристом, вроде хорошо, но есть очень свои внутренние течения и вот свои внутренние нюансы, с которыми я не могла долго смириться. Не знаю, чтобы попасть напрямую в поликлинику, ты должен ждать очередь больше, чем полгода. Ну, то есть, да, вот документы прописаться в собственной квартире там больше года, то есть ты начинаешь... Что с Европой не так? Что с Европой не так? Нет, я говорю, вот, пример, в Австрии там по-другому. Хотя сейчас они сейчас тоже догоняют Италии. Догоняют, да? Во Франции у нас тоже были проблемы бюрократические, очень бюрократические. Нет, более бюрократические Италии. В Италии очень сильные бюрократические проволочки. Здесь, причем, если там во Франции или в Австрии, или в России, я могу просчитать, вот есть закон или что-то такое, то здесь все это не работает. Здесь вроде как есть, как ты это интерпретируешь. Ты не можешь просчитать налоги, ты не можешь просчитать платежку за свет, ты не можешь, то есть ты не можешь этого сделать, потому что вот как-то так. Я должна сказать, что Екатерина бизнес-вумен, настоящая бизнес-вумен, даже наша подготовка к этому интервью, она очень все это структурировала, все очень дисциплинированно, вовремя подготовка, позвонились, великолепные качества. Спасибо. И у вас большой бизнес был в России, да, или по-прежнему он еще есть? Бизнес продажи одежды для женщин. Это у нас женский канал и женская одежда. Да, да, да. Ну, естественно, с чем может наша русская женщина заниматься? Заниматься в Италии. Конечно, мода. Во-первых, мне нравится, чем я занимаюсь, я делаю с удовольствием, а во-вторых, ну как бы я нашла свою нишу, которая мне интересна. Мы начинали с детской одежды, соответственно, и потом закрыли. Начали просто отправлять посылки, вы сказали, да? Да, я сначала отправила посылки, вообще на скидках купила и отправила подарки, потому что, как оказалось, когда мы приехали, одна моя подружка, которая была коллегой в Сбербанке, у нас между детьми оказалась дистанция буквально в две недели. Ну, отправила подарки, и потом, как оказалось, я перепродала все, то есть у меня ушло. У меня были первые 50 евро. Я говорю, ну почему бы то, что продали, не вложить и нет? И так вот потихоньку, потихоньку, да, потихоньку, да, там буквально посылки были по 2 килограмма, то есть абсолютно, ну, это даже смешно рассказывать. И потихонечку оно разрослось. Сначала там не было некуда складывать, там какие-то остатки сняли помещение, потом зарегистрировали марку, потом какие-то кризисы в 2008 году. Какая у вас марка? Назовите вашу марку. У меня интрико, что называется клубок переплетения. Мы работаем, да, да, мы работаем с натуральными тканями в основном, и нашли свою нишу для женщин, у кого более, не то что возрастной группы, нет, наверное, от 25-30 лет, когда женщина хочет, не знаю, там, натуральную ткань какую-то, более casual, ну, какие-то, может быть, там, после родов какие-то изменения с фигурой, ну, что-то такое. То есть комфортная такая одежда, да? Да, 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 фэйшн, именно натуральная ткань, и мы очень сильно работаем, чтобы скорректировать фигуру и рассказываем, как это делать, чтобы чувствовать себя спокойно, потому что русская женщина все-таки, она немножко зажата, она все-таки, хотя не все, хотя нет. Нет, 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 да, есть наоборот. Но вы уже, и вы стали регулярно туда ездить, вы развернули большую бизнес, а потом... Да, мы открыли бизнес, да, мы открыли оптовки, у нас были, ну, как вы, они не наши были, мы нашли оптовиков, у нас были огромные три оптовки в Москве, то есть огромные контракты, но после 2014 года, когда вот начали отбирать недвижимость в Москве, у нас многие позакрывались. Вот эти киоски, да, киоски, когда Собянин стал закрывать? Да, но там нет, там сносили торговые центры огромные, там не киоски, то, что показали, нет, там сносили недвижимость. Да, 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 и после кризиса 2014 года, когда, ну, это все вместе произошло, когда евро поднялся в цене более чем в два раза, ну, соответственно, все начали лопаться, как мыльные пузыри. И люди, которые больше 30 лет занимались бизнесом, они просто позакрывались. Ну, многие уже, как бы, не почувствовали себя начинать что-то с нуля, ну, в таких условиях. И постепенно, постепенно, а все хуже, 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 и догнал, вот этот кризис с ковидом, он догнал, и носил на горло всем, да. И когда вот это вот началось с 2014 года, мы успели выкупить помещение в Тамбове. С одной стороны, ну, как бы, я, конечно, жалею, что мы там вложили именно в Тамбов, потому что все равно это маленький город. Но планировалось, как бы, делать дистрибьюцию на Москву, и мы до этого работали очень успешно. Но потом пришлось регистрировать, мы зарегистрировали марку официально, и начали выходить на Ламоду, на все вот эти платформы, которые в России. То есть вы сейчас продаете все это онлайн, да? Ну, не только, и розничная торговля, магазин он так и остался. У нас очень сильно сейчас упали розничная торговля. Но вот мы сейчас как можно больше развиваем, сейчас буду вкладывать в сайт. Просто из-за того, из-за нехватки персонала, сами понимаете, сейчас какая ситуация. И я не могу приехать. То есть я раньше ездила два раза в месяц, представляете, два раза в месяц. А сейчас я раз в полгода могу приехать, ну, потому что нас закрывают. То есть я сейчас должна быть в России. Ну, да, да. Последняя капля, да, через Турцию, Турция закрыта. Ну, да. Поэтому, ну, все равно мы не складываем, ну, как бы, лапки, стараемся. Ну, да, вы пришлите мне в ваш Инстаграм, или где вас могут найти. Да, да, да. Вот женщинам, может быть, будет интересно такие натуральные ткани купить. Да, да, да. Мы сейчас предлагаем, кстати, очень хорошую услугу. Я создала группу для своих клиентов, которые, допустим, ну, не могут онлайн сейчас потратить, там, 50 или 100 евро за какое-то платье, там, из натуральной ткани. Я могу подыскать, не знаю, какой-то, ну, более дешевый вариант оптом, или мы находим сумки, ну, не знаю, по их желанию, то есть напрямую с фабрик без посредников. Хорошо. Я веленку и все пришлю вам. Хорошо, хорошо. Екатерина, ну, вот еще вернемся к итальянским мужчинам, к вашей итальянской жизни. Как вам кажется, вы правильно сделали, что приехали в Италию, или, может быть, вам надо было где-то развивать свой бизнес, оставаться в России или в Австрии все-таки? Вот вы не жалеете, что вы прожили в этой прекрасной стране, прекрасного климата? Нет? Ни одной минуты, нет. Я, наоборот, в какой-то стране даже жалею, что мы слишком много вложили в Россию, потому что купили недвижимость, я купила квартиру, чтобы там бабушке улучшиться, ну, положение, чтобы самой приезжать. И, как бы, мы, у меня муж до такой степени загорелся в России, что нас угораздило еще привезти итальянских поваров, итальянских партнеров, да, и мы открыли ресторан на 450 квадратных метров. Вау, в Москве? Да. Нет, тоже в Тамбове. О, в Тамбове. Прогорели полностью. Почему прогорели? Ну, во-первых, Тамбов, наверное, ему было не востребовано, итальянская еда, не поняли, потому что пицца с майонезом, наверное, лучше в других местах, но мы не нашли свою публику, мы не нашли, но плюс еще любой бизнес, наверное, совет должен делать сам, и второй совет, хочешь прогореть, открой ресторан. Открой ресторан, известная вещь. Опять деньги, да, и вот. Ну, и вообще, у вас отобрали помещение, да, вы говорили? Нас не отобрали, мы были в аренду, но так как мы были не совсем, как сказать, мы брали в аренду помещение, которое предназначалось у отеля, то есть они получили за счет нас четыре звезды, но они не дали нам возможность там завтрак им приносить, ну, то есть, я не знаю, наверное, от глупости или узкого кругозора российских бизнесменов, потому что каждый копает под себя, и как бы мы не нашли поддержки. Итальянцам жутко не понравилось, они сбегали. Как они сбегали? Конечно, бедные, да, потому что один повар уехал в отпуск, не вернулся, а второй убегал через красный крест бедный, потому что он был напуган. Ну, и плюс еще люди, которые, мы ошиблись, персонал, то есть его у нас, мы взяли на работу юриста, управляющим, ну, и, конечно, во-первых, это без конца были обманы на деньги, станичные, причем, во-вторых, она их запугивала КГБ, ФСБ, что их, но они, итальянцы, европейцы вообще, они очень пугливы, они очень пугливы, они очень пугливы. Ну, да, зачем им эти проблемы нужны, конечно. Да, нет, они вообще, то есть, и как бы, ну, все это, все это рухнуло в один момент. Понятно, понятно. Это, ну, сейчас вот, прожив 17 лет с вашим мужем, кстати, как его зовут? Лука. 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 Прекрасно. Вы вышли за него замуж еще раз? Именно за него? Ну, да. Да? Да. Ну, вот это самое главное, когда мы говорим, вернулась бы я к этому, да, если да, то все сделано правильно. Я бы, наверное, ну, хотя я, нет, я ни о чем не жалею, нет, потому что даже если ошибки, которые были сделаны, они для чего-то, для чего-то это надо было. Я жалею об одном, что я не уехала раньше, мне не надо было идти в Сбербанк, мне надо было заканчивать или университеты, или вообще поступать здесь с нуля, куда угодно, мне надо, вот об этом, конечно, я жалею, что я уехала 24, почти 25 лет, вот это я жалею, да, вот это мне надо было, мне надо было уехать раньше. А ваша дочь, она чувствует себя итальянкой? Только итальянкой, она, она говорит, я итальянка, особенно в детстве, сейчас она, конечно, перед подружками, нам 15 лет, и мы перед подружками, конечно, себя строим, фэшн, так сказать, что она разговаривает по-русски, что она русская, да, нам нравится сейчас это преподносить, вот. Но, нет, она итальянка, она полностью итальянка, причем я, да, я давно уже ее не вожу, у нас есть российский паспорт, мы сделали гражданство, вернее, не паспорт, а свидетельство рождения, здесь сейчас вот по исполнению 14 лет в прошлом году надо было получать паспорт, но я оттягиваю этот момент, потому что мне не хочется везти, но нет смысла сейчас. Ну вы в консулате можете это сделать. Нет, паспорт надо ехать именно туда, в Россию. Нет, в Торонто, я вижу, приходят постоянно, здесь паспорта получают. Паспорт, если у вас он уже есть, тогда да. Нет, нет, я вижу, прям первый паспорт получают здесь. Да? Да. Ну, может быть, изменилось, потому что в прошлом году этого нет. А, да, может быть, в Италии не было, но в Торонто, я вижу, приходят дети, получают свой первый паспорт. У нас двойное гражданство, как бы, и мы, ну, стараемся. Нет, ей надо внутренний российский паспорт получать. А, внутренний, да-да-да, внутренний, конечно. Да. Конечно. Внутренний туда, но мы стараемся это оттянуть. И плюс еще, конечно, муж, он прям очень сейчас, вот после этого ресторана он категорически против, он... Ну, да. Но он боится еще, он за дочь, потому что для них в Италии вообще дети это святое. То есть здесь вот, здесь дети это святое. Если женщина еще беременна или что-то такое, все, все восхищаются, машина останавливается, ты проходишь. То есть вот настолько отношения, конечно. Как это здорово, как это приятно. Ну, и отношение к семье совсем другое. Да, здесь живут все такими кланами, но отношение к семье здесь, конечно, совершенно другое. Да и вообще в Европе отношение к семье... Вы абсолютно свободны в расходах. Вот если вы считаете, что вы хотите что-то купить, какую-то вещь, ну, в пределах разумного, вы должны с мужем советоваться или нет? Нет, нет. Вот для себя что-то, одежду какую-то там... Это вообще нет, это вообще нет. Если я пойду и куплю мужчину, как сказать, машину и с ним не посоветую... Он обидится, конечно, любой по мужчине обидится. Он обидится и, может быть, поругается. У него была обида большая, когда я привезла без разрешения, конечно, собаку домой. Вот это вот, что не посоветовались, потому что дочь хотела хаски, потому что, как сказать... Это член семьи. Это член семьи. Да, да, да. Я вот привела... А я пожалела собаку, причем, которую он рассказал, что... Бедную собаку. Они вот еще болтуны играют, они верят, что он увидит, он вот рассказывает, он все, вот он в момент этот готов взять. А мы русские нет, мы спокойно слушаем, потом я иду и что-то делаю, но не говорю об этом. И как бы... А он уже забыл все, что он сказал, все. Скажите, Екатерина, вот итальянский язык выучить сложно? Нет, очень просто. Он очень простой, да. Если мы не идем про грамматику... Ну, я училась английского языка, мне было намного легче, потому что слово... Потому что уже есть английский. Да, да, корни слов. Но и так, он певучий, он очень легкий. То есть, не знаю, мне было легко, причем, я когда въехала в Италию, сейчас скажу, было смешно, я въехала в Италию 6 октября, и, по-моему, или 11, или буквально через 10 дней мне звонят, говорят, пришла твоя виза в Австрию. Я такая, оооо, вот. Но у меня было разрешение на университет въехать в течение полтора года, три семестра. Я поехала в Австрию, утвердила, да, что я там хочу, но как бы оставила себе запасной вариант. Вот, как бы, я съездила туда, но мне помогла подружка, потому что я по-немецки тоже не разговаривала, там надо было тоже учить. Но мне, как бы, скажем так, Австрия, она вся в рамках. Вот итальянцы, русские, они очень похожи. Вот. И, как бы, здесь нет рамок, здесь вот все, я даже не знаю, тут, наверное, я тоже уже жестикулировать буду, вот все как-то вот вокруг да около, а там все, это столько-то, это столько-то, это... И, наверное, пожив уже несколько месяцев в Италии, мне было тяжело там даже находить и понять, потому что иногда мы приходим и видим, это твое место, мне здесь понятно. Вот в Италии, скорее всего, здесь тебе понятно находиться. Хотя ты не понимаешь вообще, вот там, не знаю, как бумажку запомнить. Я и до сих пор не могу, там, у меня проблемы с бухгалтерией, со всем, то есть, ну, как бы, здесь хаос. Ты не понимаешь, да, и ты не понимаешь, сколько ты налогов должен заплатить, ты не понимаешь вообще, от чего это зависит. Ты сам не можешь это сделать, то есть, неважно, потому что это нельзя сделать, потому что здесь ты обязательно должен нанимать бухгалтера по любому поводу. А от его ошибки они за свои ошибки не отвечают. И вот все как-то так. Но все равно при всем при этом здесь все понятно, здесь просто. И люди еще, я хочу сказать. Хорошие люди, да? Если в России проблема с людьми, вот даже по своему бизнесу, потому что очень многие у нас хотят поставить, там, от зависти, от злости или еще что-то такое. Очень много хороших людей, я ничего не хочу сказать, потому что в России я очень много хороших людей встречала, как бы, кто помогал и все. Но у нас, как говорят, забор тебе сосед сломал, и он радуется, что у соседа забор сломан. Вот, наверное, когда с рестораном, со всем, вот, наверное, тебе гадили те люди, которые у тебя внутри работали, которые с тобой были, к которым, ну, как бы ты относился. А здесь нет. Здесь, наверное, самый большой враг – государство. А вот люди, наоборот, стараются как-то понять. Но не переходя рамки. Не переходя рамки. И все-таки итальянцы, они, в зависимости от зоны, они немножко расисты, потому что они себя считают, как бы, ну, выше, что ли, я не знаю. Но опять, не везде, нет. На севере Италии ты находишься вообще как свой, и тебе относятся как гражданину. Здесь на тебя смотрят, вот, зона Рима, наоборот, с интересом, и, как бы, к тебе внимание, доверие. А вот со стороны Адриатического моря там, конечно, к нашим относятся. Потому что я помню, в университет, когда приходил, вот, у меня шок был вообще, конечно, что у нас в группе была я, девочка Руминка и одна темной кожа. И вот с нами не общались, с нами даже не садили за одну парту стола. Они что-то какой-то, да, задавали. А, ты на стране? Все, вот вообще отдельно. О, надо же. Да. Вот это мне было, конечно, очень тяжело понять. Оберегают себя. Оберегают себя. Да нет, скорее всего, просто много наших репатрианток, которые разрушили семью. А все же как-то. Ладно, что вы, честно. Там, конечно, к русским украинкам. Да, вот именно к русским. Да, я, кстати, однажды мы были в Фонте-Верде. Это такой спа-резорт. Там горячие источники. И там было столько пожилых итальянцев. Ну, пожилых, так скажем, лет по 60. Которые были с русскими, украинскими девушками такими вот такими вот. И они все плавали в бассейне. Все это было вот так вот. Очень было много таких. Для них тоже показатель. Знаете, вот эта девушка, это не показатель, наверное, или молодица, или вот, наверное, показатель свой, вот что я еще молод, что еще. Но хотя они за собой следят, они очень долго живут. У меня сосед, сейчас скажу, у него приходит, он живет здесь недалеко, у него здесь внизу. Мы придемся еще на одну секундочку и буквально вернемся. Да, давайте. Рассказываете, вы рассказываете мне, Екатерина, о вашем соседе. Вообще потрясающе, когда мужчины до старости лет вот такие вот молодые влюбляются. Это просто прелесть. Они огурцы. То есть они... У меня сосед 88 лет. 88. И у него жена умерла где-то лет 10 назад. Так у него подружка с Ростова. И он ее приглашает сюда. Сколько лет подружки? Подружки лет, наверное, 55 вот так вот, может быть. Еще молодая женщина. Да, она молодая достаточно женщина. Ну, может быть, там, к 60. Потому что, я как поняла, она недавно совсем вышла на пенсию. Наверное, даже... 50 лет. Да, да, 55 лет с Ростова. Причем он участвует в ее жизни. Он ей звонит каждый день. И там он хвастается везде. То есть моя Светлана. Он тебе дает трубку поговорить с ней. Мимо пройти нельзя. Он приглашает тебя. Все время выхватывает. То есть это мужская гордость, что он еще мужчина. Это вот пелесть просто чудесно. А друзья у него там... Они там не только со своими бабульками. Вот. Они и помоложе бабулек привозят. Причем так... Это прекрасно. Это прекрасно. Это жизнь продолжается. Да, да. И как бы зеленая зона, я помню, значит, они мне сватали какого-то, ну... Это потому что смешно. Не то, что там сватали, скажем так. Говорят, ты с ним не знакомься. Он глухой. И он там одной ногой в могиле. Я вчера посмотрела фильм на YouTube, высказывание людей, которым больше ста лет, англичане. И все они были абсолютно позитивными людьми. Все такие оптимисты. Жизнь моя прекрасна. И вон войну все пережили. Они родились там в 1913-1914 год. Вот такой год рождения. Они все абсолютно оптимисты. То есть пессимисты не доживают. Нет, 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 абсолютно. Причем они там обсуждают. У них такие шутки. То есть они шутят, они обсуждают политику. То есть они в жизни находятся. У меня второй сосед, он, значит, они крестьяне. Он там ей с балкона поет. Амур и мио, моя жена, жена там помоложе тоже, бабулька такая, она уже вот, а ему, наверное, 8-6 тоже лет. Мне говорят, причем у нас тут вот потоп был у соседей. А я говорю, так он, и причем он еще на одной ноге, у него протез. Он бежал тут со всех соседей, потому что, ну, молодухи все, все. Говорят, девочки, не бойтесь, я сейчас все узнаю. Все вот, он просто вот тянет на себя энергию. Я обо всем позаботюсь. Сейчас я все разрешу. Молодец, какие. Молодцы, здорово. Прелесть просто. Да, это просто замечательно. То есть они не стареют душой до самой смерти своей. Молодцы. Ну да, как правило, да. Не брежат, не брежат, не жалеют себя. Нет, 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 нет. Вот, кстати, старики, они наоборот, они здесь наслаждаются жизнью. Причем женщины тоже. Вот они наслаждаются жизнью. И я хожу периодически на термальные источники. Вот у нас город находится на термальных источниках. Какая прелесть. Да, здесь основан был Ватикан. Ну, как бы папы, они знали в толк жизни. И вот в эти ванны, прямо на открытом воздухе, туда привозили римских солдат. Солдат. Да, да, да. И заставляли их там по 25 дней откисать как раз в этих термах. Вот. И когда приходишь, люди в возрасте, люди абсолютно, вот они себя любят. Они занимаются плаванием. То есть у них активный образ жизни абсолютно. И вот когда ты смотришь, особенно женщины, вот это, римляне, здесь очень много в нашей зоне. Римлян, то есть они на пенсию выходят, здесь абсолютно зеленая зона. И они здесь, ну, доживают, скажем так, в более экологичных условиях, в более хорошем климате. И они, то есть вот на них смотришь и понимаешь, что тебе не страшно стареть просто таким образом. То есть они прекрасно выглядят хуже. Да, 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 да. Ну, а мужчины, то есть у них, вот они там разговаривают о политике. Единственное, что они, конечно, взрывные. Вот они вот, вот у них вот эмоции, особенно если что-то. Ну, хоть что-то должно же быть. Ну, да. Хоть что-то. Я говорю, это все театр, все, все театр. Театр. Прекрасно, прекрасно. Это жизнь. Замечательно. Мне нравится. Мы с вами говорили о недвижимости, что у вас там сейчас очень хорошие цены на недвижимость. У нас, да, с 2012 года опустились очень сильно цены, упали. Но это из-за иммиграции, когда началась иммиграция, не только вот кризис 2008-2009 года. И не восстановился рынок. Нет, 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 упал очень сильно рынок. Потому что банки не дают ипотеки, не дают недвижимость. Здесь очень, да. Почему не дают? Ну, здесь сама система, здесь очень старая система. Очень, ну, наверное, по каким-то, по своей массе здесь, то есть здесь и бизнес не развивается. Здесь, как сказать, Италия, она сейчас стала полностью старой страной. Вот полностью здесь хорошо доживать свой век, но не развиваться. Здесь очень хорошие школы есть, университеты. Но нет развития. Поэтому все специалисты, как правило, уезжают. Уезжают. Нет развития. Очень высокие налоги. Очень высокие... Какой у вас максимальный налог с прибыли, да? Я не знаю, там все вместе получают. Потому что здесь очень много сборов. Это там, я не знаю, там чуть ли не до 90 процентов. Тут вообще бешеные налоги. Причем они не просчитываются. Ты не знаешь, сколько ты платишь государству. Потому что государство тебе говорит, ты должен заплатить по изучению в этом секторе столько-то аванса. А потом разницу, если ты получишь. Но ты можешь получить, ты должен судиться с государством лет 15 и не получишь. Здесь не работает вообще система. Здесь хорошие люди, но плохое строительство государства. Да, здесь очень плохое. Здесь ты не знаешь, что случится. Ты не знаешь, сколько ты заплачешь. Ты не можешь просчитать этого. Я говорю, в этом плане мне, конечно, Россия нравится намного больше. То есть я четко знаю... Про Канаду вообще не говорим. Здесь полный порядок у вас. Идеальный. К сожалению, не была в Канаде. Здесь все как в Австрии. Все рассчитано, все предсказуемо. Никакой бюрократии вообще нет. Просто нет никакой бюрократии. А здесь одна бюрократия. Подаю документы на паспорт, Екатерина. Вот я меняла свой паспорт иностранный. Подавала документы. И что-то там они сравнивали с другим паспортом, со старым. Я забыла, когда заполняла документы, что я там по-разному писала свое отчество или имя, или еще что-то. Они мне звонят по телефону и говорят с паспортного отдела. Татьяна, вот у вас раз было так, а сейчас так. Как вы хотите, чтобы я поставила? Я говорю, поставьте вот так. Все, мы сейчас исправим. То есть даже вот до такой степени в паспорте, они по телефону меня спрашивают, как лучше сделать. Нет, у нас здесь хаос полный, у меня нет дочки удостоверения личности. То есть она не может поехать никуда сейчас, во-первых, из-за ковида, потому что офисы закрыты, онлайн это невозможно сделать, абсолютно невозможно. Ну и допустим, вот у них, где получаешь офис, где ты получаешь там паспорт удостоверения личности, они работали раньше два часа и два или три раза в неделю, да, то есть хаос там, чтобы туда попасть, это невозможно. Вот, но зато иммигрантам это делают бесплатно, и то есть это делают. А мы не можем полтора года сделать ребенку удостоверение личности, чтобы она поехала куда-то там со школой, куда-то вообще. Вот здесь вот такой, здесь очень большая проблема насчет этого. Екатерина, а у вас есть налог на недвижимость? Вот вы живете в... Да, очень высокий. Сколько вы в год платите? Там по-разному, квартиру в среднем. Мы сейчас уехали, мы потеряли, не то что потеряли, мы продали нашу квартиру, мы сейчас снимаем квартиру. Вот, из-за того, что наполнили исторический центр полностью иммигранты, жилье упало, да, из-за этого очень сильно, вообще, вообще очень сильно там, оно меньше тысячи евро за квадрат. Даже в вашем городе? Да, да, да. В городе, в центре города иммигранты? Потому что им удобно перемещаться, им не нужны автобусы, то есть, и поэтому исторические центры, это не только у нас, ну, где-то, где удобно, они просто поделены на гетто. И в некоторых, причем начинается война кланов, то есть, они делят свои зоны, ну, соответственно, на латиноамериканские кварталы начинаются, там, черные кварталы и так далее. Ну, то есть, вот, к сожалению, вот это вот есть, и там, там страшно проходить, такого не было еще раньше. А вот аренда квартиры 100 квадратных метров, сколько это стоит в месяц в хорошем районе? Ну, не дороже, где-то 600 евро, 600-650 евро. В месяц? В месяц, да. 600 евро? Но, 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 здесь очень дорогая коммуналка, потому что у нас доходят платежи за газ, ну, там, здесь платят за два месяца, иногда приходят по полторы тысячи евро и выше. Вот у нас квартира 140 квадратных метров плюс терраса. Мы почти здесь не отапливаем, потому что у нас вся солнечная сторона, но, так как ты готовишь газ, и в это, то есть, очень, вода очень дорогая, то есть, платежки за воду до 500 евро, то есть, я не знаю, ну, в два месяца, в среднем 300, да. Да, здесь очень дорогая жизнь в Италии, очень дорогая, вот насчет этого эпазона. И здесь, конечно, и опять, ты не можешь просчитать, вот что мне здесь не нравится, вот то, что, вот очень медленное, я говорю, мы когда в свою квартиру покупали, мы прописывались туда где-то больше 13 месяцев, то есть, вот настолько. Но они, правильно, они не спешат жить, итальянцы, они не спешат жить, они говорят, куда ты все время спешишь, наслаждайся. Понятно. И за электричество тоже высокие, считаю. Да, тоже очень, но электричество сейчас стало меньше, у них, понимаете, что, у них вот эти вот итальянские скандалы, там якобы нашли арсеник в воде, или что-то такое, раздули, и потом вода стоила там 30 евро в месяц, ба-бах, стал 30. Вот, и вот, и опять, ты не знаешь, ну, все молчат, все платят, говорю, потому что все живут кланами, все, как сказать, вот кучка, все. Ну, или в одном доме, или родители платят, как правило, потому что здесь принято, что вам 50 лет, а за вас платят родители, даже там в супермаркете, здесь это нормально вполне. Понятно. Да, да, да. То есть нездоровое общество в целом? Нет, здесь оно старое, здесь очень старое общество, здесь хорошо жить, жить как туризм. Налог на недвижимость, вот я перебила, ну, где-то в районе, они периодически, когда первое жилье, они периодически делают эти налоги, потом, в зависимости от того, кто приходит в правительство. Правительство у них меняется здесь, как и так, то они их отменяют, то они их водят, ну, периодически там бывает где-то в районе, если квартира, ну, до 100 метров, да, наверное, где-то около 1000 евро в год. В год, это мало, конечно, потому что вот в Канаде, в Америке, конечно, это будет примерно 1-2 процента, даже больше от стоимости квартиры. То есть если ваша квартира, а стоимость здесь, конечно, очень высокая, квартира, мы вот за эту квартиру платим 12 тысяч долларов в год, налог на недвижимость. Представляете, совсем другие, конечно, наши цены, да. Есть другие плюсы, есть развитие, есть работа, есть экономика, да, это все, поэтому все это уравнивается, прекрасно. Здесь нет, здесь все, как сказать, старое население, очень старое население, поэтому нет развития, поэтому, говорю, очень хорошая здесь школа. Мне здесь очень что понравилось, вот у дочери образование, конечно, да, вот по строительству, итальянцам. Мне нравится, что они развивают то именно в детях, они не напрягаются с домашними заданиями, но мне очень понравилось, они развивают именно какие-то таланты именно с садика. То, что мне было очень тяжело принять, у них нет садиков, как в нашем понятии, там, в России, не знаю, как в Канаде, у них садики до трех часов дня с утра и максимум до четырех, все. Они не едят, не спят, и то есть если мам, или до часа, я не помню, и только с трех лет, все остальное там платное, то есть если ты бэбиситтера нанимаешь, бэбиситтер, он 9, ну, где-то 12 евро в час идет. Да, и ты не можешь себе позволить, а средняя зарплата в Италии, она маленькая, она где-то от 900 в центре или на юге, где-то 900 евро и до полторы тысячи евро. Да, 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 здесь нет вот этого роста. В севере Италии, да, там уже мы идем, там выше зарплаты, там выше, но там уже и выше цены. Ну, замечательно. Ну, что бы мы с вами могли пожелать русским женщинам, глядя на вашу историю, как вы прожили свою жизнь, что бы вы им могли пожелать, которые сидят сейчас, смотрят в свое окошко и ждут, когда придет суженный, ряженый и изменит их жизнь к лучшему, сделает из них принцессу? Я думаю, что никто, во-первых, во-первых, нашим русским женщинам это улыбаться, улыбаться и быть более общительным, быть более легкими в общении. Во-вторых, не ждать принца, потому что никто тебя не соберет, никто не приедет. Пока ты сама себя не полюбишь, тебя никто не полюбит. И пока ты не расширишь кругозор, не оторвешь свое насиженное место от стула, в твоей жизни ничего не изменится. То есть ты сама должна развиваться, сама должна, и сама должна к чему-то стремиться. Путешествуйте, находите какие-то свои интересы, развивайтесь в этом. Языки. Да, обязательно, это естественно, это однозначно. Но развивайся в что-то своем, не знаю, кто-то вяжет или что-то такое, даже в этом можно развиваться, там, ездите на выставки. Ну, там, не знаю, расширяйте кругозор, и потом вы встретите этого человека по своим интересам. Но это не специально, то есть ваша жизнь не специально найти хотя бы кого-то угодно, кто у вас там, неважно кто, лишь бы он был. Нет. Хотя бы с человеком должно быть интересно, с человеком, не знаю. Поэтому не ждите, саморазвивайтесь, и не теряйте время, время настолько скоротечное. Да, жизнь очень короткая. Да, очень короткая. Не теряйте время, не сидите, не смотрите вы в это окно, выходите за. Поэтому... Да, так что я думаю, что у нас с вами было интереснейшее сегодня интервью. Я очень-очень довольна, что я узнала вас, что я узнала вашу историю, потому что это настолько показательная история, когда человек без поддержки родителей, без каких-то денег, без каких-то связей, из провинциального города взял и сделал себя сам, выбрался и стал человеком, который живет в одной из самых красивых стран мира, успешной, предпринимательной женщиной. Сказать, что мне было легко, нет, было очень тяжело. Сказать, что меня приняло хорошо в Италии, нет. Тут пришлось пройти много всяких негативных моментов, очень всяких негативных. И как бы и семья мужа, она меня не приняла тоже, кстати, вот аспект такой. До сих пор или первое время? Нет, они живут здесь рядом, 50 километров, и они до сих пор даже не, хотя это вообще нонсенс, такого не бывает, они ни разу не видели внучку, они не написали даже открытку, потому что я русская, вот до такой степени. То есть они, да, и это редкий, вообще редкий случай, когда, ну как бы мужчина встал на сторону не мамы, а жены, то есть вот это, да, скажем так. И, ну то есть здесь это нонсенс, здесь, но с другой стороны, ничего не бойтесь, а идите вперед. То есть вот, несмотря на все, на все, потому что я всегда боялась, я со Сбербанка уйду, ну как же так, мне не капнет на карточку, ну вот, а что, а если вдруг не получится, а вдруг все будет плохо, а вдруг все будет, я помню, прошло какое-то время, я приехала, я не стала богаче, я не стала, не знаю, там, звезд с неба не схватила. Но я посмотрела на это здание и думала, господи, как хорошо, что у меня хватило, то есть вот, как хорошо, я свободна, я распоряжаюсь своей жизнью, у меня открыт передо мной мир. Да, да. Да, по крайней мере, да, вот, я не жмела ни секунды, никогда. Конечно, конечно, конечно. Поэтому. Спасибо вам огромное за эту замечательную беседу, я уверена, что она всем понравится, что все люди будут в восторге, узнав вас близко. Вы, мало того, что очень симпатичная, привлекательная женщина, но еще и умница, вы рассказали нам так много интересных вещей. Поэтому спасибо вам огромное. А нашим зрителям желаю поставить лайк под этим видео, правда? Конечно. Конечно, мы так старались для вас, мы подготовились, выделили на это время и подписывались на мой канал. И обязательно все контакты Екатерины будут в описании к этому видео. И всего вам всем самого-самого хорошего, до встречи, пока. Да, у меня было тоже очень приятно. До свидания. Да, всего хорошего. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok